Ежегодно в России исчезает 120 сельских населенных пунктов. Люди уезжают из деревень в города за заработком. Там и остаются. Казалось бы, остановить, заинтересовать, пусть не работой, но общим делом, задачей местной власти. Однако казаться руководителем еще не значит им быть. Как жители села сами создают свое будущее? Об этом в нашем следующем материале. В буквальном смысле второе дыхание у села Васильевское, что в Калининском районе, открылось, когда сюда начала приезжать молодежь. Плюсов в пользу деревни масса. Свой дом, где хватит места каждому ребенку, огород со своими овощами, свежий воздух, просторы. А главное, до работы по современным меркам рукой подать. Всего 20 минут езды и ты в Твери. Внезапно выяснилось, что тихо сидеть в домике и наслаждаться загородной жизнью мешают то пожары из-за невыкашенных сорняков на полях, то завязшие в весенней грязи автомобили соседей, то отсутствие банальной игровой площадки для детей. Жители объединились в инициативную группу, начали активно благоустраивать окружающий их мир. Первое, с чего начали новоиспеченные селяне, со своей же безопасности. Село Васильевское стоит на региональной дороге, которая в этом месте делает крутой поворот, а через него дорога к остановке, магазину и храму. Время и силы на переписку с местной администрацией ГИБДД Дорфондом были потрачены не зря. Когда сделали здесь лежачие полицейские, при въезде, при выезде из села, когда поставили на нашем опасном перекрестке обзорные зеркала, у нас сразу стал безопасный перекресток. Это был первый наш успех как жителей. Далее селяне приступили к улучшению дорог. За два года по программе ППМИ здесь отремонтировали 500 метров проезжей части почти за 2,5 миллиона рублей. Кстати, небольшое село Васильевское стало первым участником федеральной программы в Михайловском поселении. Но, пожалуй, главным делом жителей, которое объединило сразу два села и Васильевское, и Михайловское, стало создание музея в помещении заброшенного магазина. И сегодня этот проект вполне можно назвать уникальным для российских деревень. Организаторы считали, главное никакого сельского музея в привычном понимании. Да, крынки и корыта должны быть и есть, но концептуально они не имеют веса. Стояла цель сделать музей в селе как принципиальное новое общественное пространство. В городе такие пространства, интересные арт-пространства, они есть, да, но их не так прям много. А в деревне все, в деревне такого нет вообще в принципе. И поэтому, конечно, мы решили, что надо дерзнуть и сделать что-то такое крутое для деревни. Ходить собирать деньги на него не пришлось. Земляки сами несли кто сколько мог и помогали в восстановлении чем могли. На площади в 90 квадратных метров создали уникальную экспозицию, посвященную местному деревенскому быту и уникальному гвоздарному промыслу, описанному многими исследователями и полностью исчезнувшему в середине 20 века. Но, пожалуй, главная фишка музея — фотографии селян 1920-40-х годов, сделанные местным фотографом Иваном Тюркиным. Порядка 400 стеклянных негативов удалось обнаружить на чердаке одного из домов. Сегодня они размещены на главной стене. Это не просто фото, а мозаика лиц, людское многоголосие, которое пытается вырваться из прошлого в настоящее. Когда каждый человек на этом фото сам по себе, и все они складываются в портрет местности, имена многих людей уже установлены. В одном из комментариев написала молодая девушка о том, что она узнала свою семью, ее прабабушка, прапрабабушка и бабушка. Вот эта маленькая девочка, это ее бабушка, это бабушка сейчас жива, да, она прислала эту фотографию, мы показали, она показала эту фотографию своей бабушке. Вот, люди открывают для себя своих родных, которых они не то что не видели, они не видели таких фотографий. И это для них потрясающий эффект совершенно. В Народный музей Гвоздарей уже приезжают туристы, в том числе и столицы. Среди почетных гостей был и митрополит Тверской-Укашинский Амвросий. Своими впечатлениями владыка поделился в книге отзывов. Планов у селян масса. Благоустроить тротуары, создать современную остановку вместо сегодняшних канав и кустов, вернуть на улице свет, который погас после летней грозы, сделать на месте пустыря современную площадь с брусчаткой и качелями для взрослых. В реализации этих проектов есть свои трудности, но, пожалуй, главная проблема не участие местной власти. Устав ждать понимания и поддержки, селяне обратились к главе региона Игорю Рудене во время прямого эфира на телеканале «Россия-24». Губернатор поддержал инициативу граждан по улучшению своей территории. Все очень просто. Готовите документацию, участвуем, деньги выделим. Программа очень популярная. Я попрошу своих коллег, которые сейчас смотрят нашу передачу, это Министерство финансов, Министерство территориального развития, связаться обязательно и с гражданами, и с главой поселения. В поддержку жителей выступили местные депутаты. Можно говорить, что новая жизнь в селах начнется с увеличения финансирования деревень, создания инфраструктуры. Но развитие села – это в первую очередь развитие людей, живущих в нем. И, наверное, глупо ждать, что кто-то придет и наведет порядок на нашей земле, благоустроит территорию дома, организует праздник. Пример Васильевского показателен. Селяне осознали, ждать от местной администрации понимания не получается и взялись за дело сами.